Добрый день. Начинаем эфир. Очередная сессия Городного Курала. 11 марта сегодня. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вас прошу зарегистрироваться. Напогнаю, что это кнопка номер 10. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу зарегистрироваться. Добрый день, уважаемые коллеги из 27 депутатов. Присутствует на сегодняшний заседание 20. Форм у нас с вами имеется. Начнем нашу работу. Заседание 22-й сезона Городного Курала. Я приезжаю в Курас. Я приветствую вас из красных символов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Друзья, давайте карточкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Другие братские могилы жертв Репрессий, которых немало в России Чтобы понять, никаких оправданий Этим преступлением быть не может Заявил президент России Владимир Путин Вы помните, что 25 декабря нами было принято обращение к депутатам Верховного Совета Республики Хакасия В котором мы предлагали им рассмотреть вопрос об отставке Шпигашева В прошлом году он на сессии Верховного Совета фактически поддержал сталинскую депортацию калмыцкого народа оболгал и отклеветал весь калмыцкий народ Вы помните, что при внесении рассмотрения этого вопроса в повестку сессий против голосовал председатель Народного хурала Анатолий Васильевич Казачко депутат Сергей Сухинин и другие Я считаю, что тем самым они выразили свою позицию по данному вопросу фактически поддержали выступление Шпигашева Дальнейшие действия только подтвердили это После того, как депутаты Верховного Совета Республики Хакасия пригласили депутатов Народного хурала приехать и выступить на очередной сессии Я встретилась с председателем Народного хурала Анатолием Васильевичем Казачко и предложила ему подписать письмо от Народного хурала Письмо достаточно формальное с просьбой, чтобы господин Шпигашев разрешил присутствовать на очередной сессии депутатом Народного хурала с правом выступления Казачко Анатолий Васильевич категорически отказался это сделать В тот же день, когда мы прилетели в Абакан на телевидении Республики Хакасия вышло интервью завестителя Шпигашева его правой руки Шпигайского в котором он говорил всему хакасскому народу о том что депутаты Народного хурала приехали без письма от Народного хурала Откуда он это мог знать? Это знали только я и председатель Народного хурала Мы могли это письмо привезти с собой Но господин Шпигайский уже знал что у нас нет этого письма Отсюда следует вывод, что председатель Народного хурала после того, как отказал мне подписать письмо проинформировал господина Шпигашева об этом И тем самым он дал ему формальный повод отказать депутатов Народного хурала присутствовать на этой сессии Мы хотели защитить честь калмыцкого народа Мы хотели в том же зале, где выступал господин Шпигашев рассказать историческую правду показать, что он оклеветал что он занимался политическими инсинуациями Но, к сожалению, подождите Не перебивайте Время врез К сожалению С подачи председателя Народного хурала Республики Калмыкия Анатолия Васильевича Казачко Этого сделать мы не смогли В военное время такие действия называли предательством В данном случае это предательство интересов калмыцкого народа Нежелания защищать его честь Я считаю Прошу зафиксировать Да, да, да Я считаю что после этого Анатолий Васильевич Казачко не имеет морального права возглавлять Народный хурал Республики Калмыкия народ которого он так бессожестно предан Спасибо Подождите Подождите Предложение Не перебивайте, Анатолий Васильевич Дайте слово сказать депутату Это не вам оценивать по существу или нет Депутат говорит это его право Товарищ Ванжиев Еще раз без разрешения председателя будете говорить Я вас лишу слова Да было такое же Тому кому дали слово Пожалуйста По просьбе многих жителей Калмыки Я требую чтобы Анатолий Васильевич Казачко добровольно ушел в отставку Нужно иметь мужество отвечать за свои поступки Тем более вы неоднократно об этом говорили У меня все Спасибо Бургально Не вступая в полемику Уважаемые коллеги Значит То что касается выезда Натальи Сергеевны еще ряды депутатов Официального приглашения действительно не было Наталья Сергеевна у меня была Я сказал Я могу вас командировать если или дать письмо если будет официальное приглашение Кто вас пригласил Я не знаю Поэтому я официальное приглашение действительно не подписал Я считаю это правильно Изначально Назад возвращаюсь Когда вносили в повестку дня Почему я проголосовал против Я эту позицию уже излагал В сетях излагал Потому что неподготовленные вопросы с листа Я вообще противник носить в повестку дня Но когда большинство Это мое право Когда большинство включили в повестку дня и когда голосовали за этот проект Я за него проголосовал Все единогласно за это обращение проголосовали И мы это обращение в соответствии с порядком направили соответственно нашим коллегам Хакаси Кто вас приглашал? Зачем вас приглашал? Председатель? На самом деле не важно кто вас приглашал Марка, зачем вы туда поехали? Вы вот путаете Но не перебивайте меня Я не перебиваю и уточняю Фантазируйте Это вы фантазируете и оправдываетесь Это ваше право Я вам сказал Я реплику скажу Я же вас Ну что вы Невыдержанность какая Значит Какой-то там зам, штыгаш Никого я не знаю И никому Я лично не звонил Что приглашение Кому Кто его дал Я его не подписал Действительно У меня не было Вернее письма Не было официального приглашения Я поступил Как государственный человек Это мое право Председателя Не потому что Если бы было Мы затем получили официальный ответ Распределем Ну там Мандатные Комиссии И так далее То есть Я же должен Работать не По фантазиям Наталья Сергеевна А по закону Я председатель Я работаю Государственного органа Понимаете Поэтому Наталья Сергеевна Все ваши объединения Они Вы должны работать По совести Навет И я Прошу зафиксировать Те слова Которые она Высказала В мой адрес Это меня оскорбляет Как человека Слово предатель Значит Предатель за предатель Значит Ну разберемся В суде Кто предатель Значит Разберемся Еще Тут органы сидят Разберемся Кто Поэтому Значит Уважаемые коллеги Я государственник Да Я на этой земле Прожил 70 лет Я на этой земле Прожил 70 лет Я Вопрос Как прожили Да Не хуже И не достойнее вас Значит Уважаемые коллеги Наталья Сергеевна Проглажила мне Значит Сложить полномочий Ну это Ее Проглажение Значит И многих Жителей Калмыкии Значит Это Проглажение Вот Натальи Сергеевны И вокруг ее Образованные Значит Поэтому Никаких Сложений Полномочий Не будет Меня избрал Курал В соответствии С законом И я буду Работать И исполнять Свои обязанности Перед народом Большей частью Которые меня избрали Даже большая частью Мы Поэтому А вот это Очень сомнительно По поводу Фальсификации Мы постоянно Пожалуйста Уважаемые коллеги Можно я скажу Вы действительно Постоянно Лукавите Я об этом Все время Вам напоминаю Здесь на Сессиях Постоянно Обманываете Людей Вводите Заблуждения Вот скажем Вот сейчас Вы сказали Я проголосовал За постановление Про Штыгашу Но Вы Настолько Сопротивлялись Вообще По уключению Этого вопроса На той сессии И вы Вынуждены Были просто Согласиться Увидев Что вся Масса Сегодня Готова Проголосовать За И вы Вы просто Примкнули Своим голосом Уже Когда Три Четыре Человека Проголосовали Против Включения В повестку Остальные Все Неожиданно Для вас И это Еще Характеризует Вас Как руководителя Народного Хурала Вы уже Не управляете Ситуацией Депутаты Вам Не идут Навстречу А по этому Вопросу Тем более И я рад Что они Так проголосовали И вы Увидев Что Двадцать Три человека Проголосовали За Включение Вопроса Вы Вынуждены Были При рассмотрении Самого Вопроса Проголосовать За Это Вынуждено И не говорите Что тут Я Голосовал За Мы Мы В том числе Я Выступил Сказал Что Вы Здесь Прожив Много Лет Как вы Говорите 70 лет Пройдя Самые Высокие Ступени Власти Вы Были Председателем Правительства Вы Возглавляете Парламент Много Лет Вы Были Зампредом Много Лет И так Далее Поэтому Вам Уже Совестно Было Бы Не то Что Голосовать Против Этого Вопроса О включении В повестку А вы Должны Были Призывать Народ К тому Чтобы Этот вопрос Рассмотреть И делегировать Депутатов В Хакасию Вместо Этого Вы Нам Врали Здесь Что Вы Звонили Этому Штыгашеву Штыгашев Вам Сам Позвонил На следующий День Об этом Говорил Депутат Эрнеев Здесь Многим Депутатам Говорил Что Он сидел С вами И звонил Штыгашев С извинениями А вы Не удосужились Набрать Его Второе Что значит Нас должны Обсуждаем Что значит Нас должны Приглашать Как вы Вносите В повестку Дня Вопрос Фомулируйте Я Поддерживаю Поддерживаю Предложение Манжикова Натальи Сергеевны На включение Вопроса В повестку Дня Как формулировать Я формулирую Вопрос Она вам сейчас Повторит Председателю Народного Хурала Республики Калмыкия Казачко Анатолию Васильевичу Добровольно Сложить Полномочие Хорошо Есть такое В законодательстве Как это Против А приглашение Нам от Хакасского Парламента И не нужно Мы решили Туда ехать Весь парламент Единогласно Проголосовал И вы не имеете Права Даже отказывать Делегации Которые Ваше Ваше Рассуждение Для того Чтобы я Подписал Такую Бумагу Нужно было Решение Парламента Это не рассуждение Это утверждение Это утверждение Нерассуждение Постановление И в то же время Поручить Прочедателю Отправить Делегацию Которую Я сформирую Вот так Должно Звучать Когда Постановление Проект Заявления Был о другом И вы его читали При мне Долго читали Спасибо Уважаемые коллеги С вами только В Сибирь Можно отъехать А не куда-то там Вы будете решать А кто вы такой Что вы здесь Решать будете Я председатель парламента Ну и что А вы кто А для этого Есть депутаты Здесь Кто вы Я депутат Равный вам по статусу Договорились Вот это проект Уважаемые коллеги Предложение Неправоверное Оно не прописано В нормативных документах Ну коль Наталья Сергеевна Поставила Я Ответил Что я Слагать полномочия Как хочется Наталья Сергеевна Еще некоторых депутатов Не буду Кто за то Чтобы включить В повестку Дня Предложение Натальи Сергеевны О моем Сложении Полномочий Прошу проголосовать С карточкой Добровольным Добровольным Смотрите Сами не голосуйте Кто за Кто за А есть такая привычка Шесть Шесть Спасибо Вот Наталья Сергеевна Что была Уважаемые коллеги Есть предложение Повестки Дня Пронес Прошу Голосовать Кто за Минуту Я уже нажимала Не едино Чтобы Ну мне не видно Ну я понимаю Ну Гатерина Меня направляет Значит по повестке По повестке Да да По повестке Значит у меня Такого рода вопрос Будет Пришествовать На моем предложении На 20-й Секре Курала 11 декабря Был принят закон Большинством голосов О внесении Изменений Статью 20 Закона Республики Колумбия О выборах Главы Республики Колумбия Вот У меня вопрос В связи с чем Этот закон Не был Апатрикова Подписан Апатрикова Да И почему Значит Мне как инициатор Пришел ответ От Народного Курала От руководителя Аппарата Народного Курала Потом Значит Что Этот закон Был направлен Значит На рач На главе Республики Колумбия 18 декабря 2020 года Для подписания Однородного То есть Получается С нарушением Сроков Представления Для подписания Однородного В связи с чем Это произошло Да Кто Ответствует Вас как председателя Я вам задаю вопрос Значит И Далее Здесь Планируется Что 11 Время 2021 года Мотивированное Наблючение Главы Республики Было Значит Направлено Народных Ураг Для того Чтобы Данный Вопрос Был Рассмотрен На Последствии Народного Урага По Вопросам Доконодательства Доконности Казахстана Строица И местного Самоуправления О времени И месте Нам Затем Были Проинформированы Почему Это Не Произошло Почему Сегодня Повестку Дня Хотя Прошло Уже Более Месяца Данный Вопрос Не Включен Повестку Дня Значит И Не Рассмотрен Хотя Это Вы Должны Были Сделать За Ответ Регламентом Работы Народного Урага Спасибо Я Как Субъекту Законодательного Николаевича Приличной Встречи Буквально На той Неделе Мы Разобрались В этой Ситуации То Что Вы Официально Письмо Получили Официально У нас Действительно Документ Не подписан Возвращен Там Ряд Мотиваций В том Числе Одна Из них Нарушение Срока Там С этим Делом Мы Разобрались Ну Там Другие Мотивации Поэтому Вопрос В комитете Сроки Там Не прописаны Мы Сейчас Работаем На тех Чтобы Найти Компромиссное Решение Которое Позволило И Главе Подписать И Субъект Законодательный Сыр Николаевича Мы На этот Счет Переговорили Он Может Подтвердить Поэтому Уважаемые Коллеги Конечно Вопрос Мы Вернемся К его Рассмотрению В установленном Порядке Значит И Вот Об этом Состоялся Разговор Сиколик Ничем Я хочу Знать Причину Затягивания Рассмотрения Данного Вопроса Более Месяца Прошло С того Момента Когда Этот Закон Был Подписан Большинством Депутатов Нарушного Курала И До сих Фор Он Находится В подвешенном Состоянии В связи С чем Я хочу Знать Где Немотивированное Заключение Полное Значит Что значит Этот Закон Проект Нет Федерального Дохода Значит Смотрите На следующем Заседании Значит Будет Рассмотрен На вопрос Он находится В работе Я же Не говорю Ничем Говорил Его первая Подпись Стоит Под этим Документом Мы с ним Встретились В рабочем Варианте Обговорили Значит Или вы не Общаетесь Сейчас идет Работа Я вас попрошу Не повышать Вовремя Я просто Для того Чтобы Слышнее Вовремя Я вам Обсуждение Проекта Поветки И принятия Проекта Поветки В целом Имеет Право Высказать Любой Вопрос Который Считает Необходим Для обсуждения В рамках Очередной Сессии Народного Курала Я Как депутат Народного Курала Соответственно С действующим Законодательством Основная Функция Любого Депутата Народного Курала В первую Очередь Это Обеспечение Единства Правового Пространства На территории Республики Поветки В продолжении Темы Которая озвучена Мегмар Горяевный О принятии Закона Республики Поветки Который Был принят Убедительным Большинством Депутатов Народного Курала На прошедшей 20-й Сессии Народного Курала И был В соответствии С действующим Законодательством А я хочу Сказать о том Что в течение Пяти Рабочих Дней Председатель Народного Курала Статья 7 Регламента Народного Курала Обязан Направить Главе Республики Для подписания И обнародования Принятый Закон Народным Куралом Депутатами Поэтому Анатолий Васильевич Налицо Я об этом В очередной Раз говорю Начиная С 12-й Сессии У нас Это впервые Такой Прецедент Что Принятый Депутатами Проект Закона Принятый Закон На сегодняшний День По формальным Основанием Направлен Назад Народных Куралов Поэтому Анатолий Васильевич У меня Первое Предложение Все-таки С учетом Того Что это Ваша Прямая Функциональная Обязанность Привлечь Дисциплинарную Ответственность Виновных Лиц И на Очередной Сессии Доложить О результатах Того Что Сегодня Мы Нарушаем Конституционное Право Граждан Республики Калмыкия На Право Избираться И быть Избранным Второй Момент Антон Васильевич 6 марта Группа Депутатов Народного Курала Направила Вам Как Председателю Народного Курала Требование О том Чтобы Был Рассмотрен Отчет О деятельности Главы Республики Калмыкия За Духлетний Срок Его Полномочия На Сегодняшний День Этот Вопрос Остается Открытым Поэтому Вношу Предложение Рассмотреть И включить Полетку Вопрос О голосовании О рассмотрении Вопроса Отчета Главы На очередной Сессии Народного Курала Все Выше Перечисленные Факты В том числе И яркое Выступление Моего Коллеги Маджиковой Натальи Сергеевны Говорит О том Что Вы правильно Отметили Председатель Народного Курала Представляет Народный Курал Во взаимоотношениях С главой Республики Калмыкия С руководителем Территориальных Федеральных Органов Усполнителей Власти И Никоим Образом Не подрывает Авторитет Законодательной Ветвы Власти Спасибо Спасибо По первой части Продолжения Действительно Там Есть виновные Нет Это право Председателя Он разберется Обязательно Примет меры Потому что Я уже принял Значит То что касается Одну минутку Я озвучу Когда вы Продолжили Значит Уважаемые Коллеги Значит То что касается Письма Я получил От вас Шестого Его подписали Семь депутатов Я подписал Его Вернее Получил Девятого И сразу же Отправил В главе Это насчет Три Отправил В главе Для рассмотрения И соответствующего Внешения Продолжения По вашим Вопросам Которые Затроны В письме Исполняет Свои обязанности Председателя Значит Я же вас Не перебивал Я вас Не перебивал Значит Поэтому Значит Это письмо Направлено Главе Республики И когда Будет выступать Его представитель Я думаю Он проинформирует Какие у них Намерения Что касается Включения Требов Чтобы я Требовал Значит Это Уважаемые Коллеги Майор Требования У главы Разной ветви Власти Его полномочия Прописаны Его полномочия Прописаны Законом Конституции Вы не дергайте Микрофон Я же говорю Почему Я что-то Микрофон делаю Прописаны Соответствующие документы Уважаемые коллеги Значит Сроки Неопределены Порядок Предоставления Отчетов Неопределен Ни федеральным Законодательством Ни республиканским Поэтому Я направлю Как раз Своё требование Рассмотреть Это вот то что я могу Рассмотреть И Выйти с Продолжением В какой форме Всё это Планируется Главой республики Поэтому Здесь Натаскивать Согласен Не надо Я прошу Я вас не перебил Я вас не перебил Я тоже могу Сейчас Я значит Вы внести Продолжение Федеральное законодательство Поэтому Не надо Мы Уважаемые коллеги Сегодня У нас есть документ Который Мы должны включать В повестку дня Мы включаем Я одну минутку Мы включаем Вы думаете что Вы громаднее Умнее всех Уважаемые коллеги Грамотнее Значит Рассудит Рассудит Всё рассудит Я вам У вас В проект Где Включить повестку дня Где Подождите В проект В который Вы же первый зам Вы депутат Не перебивайте меня Ну что вы Не перебивайте меня Я вас лишу Слово До консотекции Вы не имеете права Я лишу Слово Уважаемые коллеги Проект Проекта Отключения Нет И когда Глава Примет Решение Прошу Слово Одну минутку Ну дайте мне завершить Когда глава Примет решение О том что Он представит Отчет В стоильной форме Мы его Обязательно С вами заслушаем Вот это Наша Обязанность Отключать Да Отключать А за 19 А за 19 Год Сколько лет Будем сдать Еще Это за 20 Подождем А за 19 Это смешно Я вас обоих Решаю слово До консотекции Есть Я жду Слово Я включаю А вы мне не даете Уже сколько Уважаемые коллеги Я скажу слово В данном случае Анатолий Васильевич Лукавин Те кто читает Закон Республики Калмыки О народном хурале Прекрасно знают Что эта норма Протисана И он как Председатель Народного хурала Республики Калмыки Обязан Слепить за тем Чтобы закон Республики Калмыки О народном хурале Исполнялся Это раз Потом Бакерева Соглана Александровна Имеет полное право Согласить Республиканским законодательством Ужно Вносить Изменения В повестку дня Понятно Почему вы Вот Зная все эти Республиканские законы Все нормы Закона Вот здесь вот Извините Просто Не то что Лукавите Вы постоянно Разводите В заблуждение В рюк Как нельзя Вести себя Председателю Народного хурала Республики Калмыки Хорошо Я просто Далеваю Это следующее Вы выступаете Не как депутат А как Вот Последний Митинговщик Понимаете Уважаемые коллеги Мы тоже Это фиксируем Ваши слова Согласно регламенту Народного хурала Республики Калмыки Председатель Вы еще не имеют Права комментировать И давать Оценку Выступления Там такого нет Уважаемые коллеги Значит Где доклад Главы Для того Чтобы нести В повестку Покажите Доклад Главы Да что за Допустим Антон Васильевич Вышел Я Вопрос Вопрос О том Чтобы рассмотреть На очередной Сессии А что То есть Есть время Для подготовки Не подождите Подожди Антон Васильевич В соответствии Здесь у законодатель У нас очередная Сессия Должна Пройти Один раз В два Согласен Три месяца Есть для подготовки Я ставлю вопрос Подожди Как относится Депутат К тому Чтобы на очередной Сессии Заслушать Отчет Главы Республики Калмыки Вы же послушаете Говорите Что Я Манипулирую Согласно Я больше всего Манипулирую Она Одна школа И манипулирует Вы же меня комментируете Но вы же не истину В последней инстанции Одну минуточку Мы призываем Просто всех Действовать по закону Не лукавит Туда-сюда Постом не верстеть Говорить честно Поэтому Наталья Сергеевна Значит Обязывать Главу Республики Исполнять свои Должные обязанности Имеем право По закону Мы не обязаны Еще раз Председатель Наталья Сергеевна Исполняет Закон Республики Калмытия Прежде всего Вы имеете право Все договорились Что вы до конца сессии Не разговариваете Все Потому что Девять раз Сказали вы Девять раз Доходят Доходят до меня Добрый день Отключите Я Продолжу вам уйти Отключите Я Значит Две минуты Это уже По сессии Добрый день Уже Корректор Хотел Тоже Поддержать Вот тут Высказывание Мегмар Галей По поводу Во-первых Принятого Законопроекта По снижению Муниципального Фильтра Я просто не пойму А Если вы хотите Всему народу Нашему Хабусу Показать Что Можно законопроект Принять И потом Его отвернуть По каким-то Формальным Признакам Причем Я слышал Аудиозапись Где Говорилось Что Звонили Секретариат Главы И спрашивают То что отнесли Туда Это письмо Один из того числа Сразу Занесли А В ответ Ну мы просто Будем с вами Эту запись А в ответе Давайте не фантазируй Давай дальше Давай дальше Давайте Вы не перебивайте Я не перебиваю По делу И даже Вот в следующий раз Соответственно Вынесет Свою законопроекцию К нам снова Я больше чем Увидеть Что его Отвернут В прошлый раз Поголосовал Вопротив Вот 7 Представителей Межфокационной группы А теперь К нам Присоединятся Грубо говоря Все Которые Ну просто Так и скажите Что вам где-то Там запретили Протаскивать Вот этот законопроект Ну просто Что за смешная Такая Смешная ситуация Такая Вообще Принято Законопроект И по каким-то Формальным признакам Уберут Отворачиваю Причем Сами же Принимали Когда будем обсуждать К этому вернемся Да Нет И соответственно По Отчету Главы Но Во-первых Сначала Еще по 19-му Году Мы еще В прошлом году Понимали этот вопрос Да И Вносилось Письмо Еще по-моему Наединить В октябре Даже Вносилось Письмо Тоже От депутатов То Чтобы С просьбой Призывать Соответственно В руку К тому Чтобы он Отчитался Перед законодательным Мором Он выполнил Свои обязательства Неоднократно На сессиях Урала Поднималось И помнится Вы на последней сессии Нам Останавливали Пообещали Что Да Там Там И сказали То что На ближайшей сессии Соответственно Сейчас уже Мат Минс Хорошо Спасибо Понятно Нет Подождите Нет Позвольники Мы давайте У нас Повестка дня Надо обсуждать Мы одно и то же Условим уже 20 минут Анатолий Васильевич Вопрос А вы говорите Этот вопрос Будем рассматривать По муниципальному фильтру Да А когда мы будем Рассматривать Ну Скорее всего Начали Увести Я же объясняю А почему Мы же Постановление Принято Я задал вам вопрос Подождите Ну человек Заговорит Ну что Он уже закончил Ну что Перебирает Ну соответственно Я хочу Сейчас Как вы так Включили В повестку Сегодняшнего дня Обсуждение Вот этого вопроса По отчету главы Будет он Или нет Давайте обсудим Вообще Повестку Не поставим Да Давайте Поездку Дня Поставим Вы просто На просто Среди Обещали Сказали Давайте Тогда Сейчас Обсудим Да Уважаемые коллеги Давайте Не превышать Свои полномочия Одну Минуточку Вот так Одну Минуточку Ну я же тут Председатель Начали Не превышать Свои полномочия Федеральное Законодательство И законодательство Республики Калмыкия Сроки Отчета Там не Определены Не определены То ли это Март То ли Апрель И я думаю То ли это Через 5 лет Я думаю Этим Руководствуется Наталья Сергеевна Все Два года прошло Нет отчета Значит Сроки По Времени Отчета Помесячно И тогда Не определены Поэтому Ставить Конкретно Обвязывать Какие-то сроки Главы Может он ждет Отчеты Главы Государства Другие Варианты Это глава Республики Это его право Предоставлять Отчеты То ли он Лично его Предоставит То ли Вместе с Правительством Это уже Форма отчета Может быть Самая разная Самая разная Поэтому Уважаемые коллеги Превышать Свои полномочия И обязывать Главу Выполнять Те Должности Обязанности Которые у него Противственны По закону Это не наше Это как раз Противозаконно Противправно Понимаете Поэтому Уважаемые коллеги Антон Вот смотрите Тренировали вчера Два дня Да мы уже Два года Тренируемся Два года готовите У нас Президент Российской Федерации Ежегодно Отчитывается Перед населением Во-вторых У нас Общественно Начала Возмущаться По этому Отчету Вы сейчас сказали Что представитель Главы А он Уполномочен Вообще Вы просто говорите В повестку Включать Есть проект Или еще что-то А этот вопрос У нас где-то В повестке стоит Ну а то что Уполномоченный Вы по другому Выступать И проинформирует Той позиции А ну то То есть можно По одному вопросу По повестке выступать И сразу Зайдеть Если это будет Необходимо Ну вы говорите Без проекта В повестку Включать нельзя Никакой вопрос А другие У нас не могут Это прохождение Через комитет Да ладно Читайте внимательно Регламент Регламент И кричите На своем У меня просто Громкий голос Значит Кто за тоже Анатолий Васильевич Я здесь Буквально 10 секунд Вы говорите Об отчете Я согласен За 20 год Согласен с вами Глава может Определяться Но Он должен Конечно Ваш Вставить в известность Тем более Вы нам В разном На прошлой сессии Я вам задал вопрос Вы сказали Я Обеспечу Отчет главы Там Согласую С ним Доведу до него Было такое Было Вот Я согласен Что работа Длится в этом направлении Усердно вы работаете Но Мы же требуем Письме и отчета За 19 год А там уже Отговорок нет Уже 20 закончился В котором он должен Был отчитаться Даже пусть 31 декабря Отчитаться за 19 год И этого отчета нет Тут уж вы никак Не можете Аргументировать Контраргументировать Неправомерное предложение Оспожи Бакинова Депутата Бакинова Без комментариев Да Без комментариев Что за то Чтобы включить Повестку дня Как формулировали Вопрос Об отчете На следующей Именно сессии Да Главы Республики Да Нарушение Законодательства Вот без комментариев Это нарушение Все Пожалуйста Прошу проголосовать Вольное трактование Ваше действующее Федеральное Республика Вопрос не проходит Кто за то Чтобы повестку дня Придет в целом Прошу проголосовать Карточками Кто за Кто против Кто воздержался Два Двое Два Я вижу Уважаемые коллеги Мы продолжаем Нашу работу Рассматривается Вопрос Номер один Повестки дня Проект постановления Народного Курала Парламента Республики Калмыкия По признанию Полномочия Депутата Народного Курала Республики Калмыкия Сангаджиева Дмитрия Менгияновича Вновь Самой Мандатной Комиссией Народного Курала Докладывает Валерий Оставич Председатель Волгарь Председатель Мандатной Комиссии Валерий Оставич Пожалуйста Уважаемые коллеги Прошу Спасибо В связи В связи с досрочным прокращением полномочий депад также home, право, алланд Республики, окажении Ор kto вселенный принадлежит Олександр Александр Александрович, избирательной комиссии, Республики Пол99 ее передала вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату из того же успеха с от gosh зналистов кандидата, в составе которых был избран Констандар также в вакант-депутат Андрею и Северной Т�нинг, обеспеченных действующих полномочий, досрочное nothing. Данным зарегистрированным кандидатом является Санадзеев Дмитрий Менгиянович, родился 18 марта 1977 года. Города Реста, Павловская СССР, образование высшее, женат, поспитывает в районах. Уважаемые коллеги, к председателю комиссии есть вопросы? Нет. Спасибо, Мария Александрович. Дмитрий Менгиянович, к нему вопросы есть? Нет. Нет. Тогда есть проект постановления. Прошу правила определиться по проекту. Пожалуйста. Пожалуйста. Со статьей 47 законной республики ОНХП о некоторых вопросахster в правительстве принятию дополнительного права на правом Республики ОНХП статья 18 глава на правом Республики ОНХП мандатной комиссии НПП проверки по маникий победы НПР Сан-Джей Дмитриевний Гермьянов Weil решила нести на рассмотрение НПП Республики ОНХП против постановления НПП о признанииät Решение комитета озвучено. Теперь можно приступить голосование за проект постановления. Он у вас на руках. Пожалуйста. Озвучивайте, Антон Васильевич. Он за. По регламенту выдался каждый вопрос озвучить. Я, конечно, карточками голосую. Кто за? Вопрос не озвучил. Я просто здесь. Наталья Семеновна. Нет, ну... Спасибо. Наталья Семеновна, я бы слово вас лишил. Вы можете... А я не включала микрослова. Вы, там, сэр Виктор, только улыбайтесь за конца сезона. Громко улыбаемся. Это желания нет вам улыбаться. Да, да, ради Бога. Пожалуйста. Мы поздравляем. Надеемся на плату и работу. А что не снимаем? Снимаем? Удачи всем. Спасибо, что все поддержали. Так и должно, в зависимости от фракционности. Всякие могут быть взяты, споры. Ну, что-то в одну сторону поддержка. Нет, просто это по закону. И мы согласны. Улыбаемся. Да? Улыбаемся, если бы. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. И рассматривается второй вопрос в Калистине, который гласит следующим образом. О выборах заместителей, о заместителей председателя Народного фурала Парламента Республики Талмыкия. Уважаемые коллеги, я не знаю у вас на руках, проект, он, соответственно, понятно, без фамилии, поэтому я пользуюсь своим правилом. В связи со статьей 8 регламента Народного фурала Парламента Республики, вношен на рассмотрение Народного фурала Парламента. Кандидатуру Сутинина Сергея Александровича, коротко о Сергею Александровича, родился 8 октября 1978 года. В Улисте иметь высшее образование в 2000 году, закончил Калмыцкий государственный университет. Государственное муниципальное управление после окончания университета занимал различные должности в муниципальном образовании. В Улисте 17-го по 17-го заместитель представителя Ленинского городского собрания 18-го являет депутатом Народного фурала Парламента Республики. Имеет благодарность Министерства транспорта России, подключен депутатом Народного фурала, подчеркнул грамотом Агентства Париж. Ренат имеет двое впечатление. Я, в соответствии со своими полномочиями, прошу поддержать кандидатуру Сутинина Сергея Александровича на должность заместителя представителя Народного фурала Парламента Республики. Пожалуйста, какие ответы? Окончательная повестка формируется после заседания комитетов Народного Курала и Мандатной Комиссии. Все вопросы, которые включены были в повестку дня, они у вас, у всех на руках. То, что касается фамилии, которую я сейчас озвучил, но я же не могу ее в проект носить, даже если это я предлагаю, потому что может это быть фамилия, может другая. Поэтому я потом... Повестка формируется без заседания комитетов. Потом, сформировав те вопросы, которые могут попасть в повестку, вы обсуждаете на комитете. То есть вы противоречите самому себе. И если вы не знаете повестку, что вы будете обсуждать на комитете? Ну это же нонсенс. Поэтому проект повестки у вас был всегда. Значит, почему вы депутатов не ознакомили ни разу? Вот я здесь два с половиной года сижу, за два с половиной года ни разу я не получал повестку хотя бы за час. Не говоря о том, чтобы за неделю получать, как это принято в других парламентах вообще. Практика. Вот я сколько разговаривал с депутатами субъектов различных, все говорят, мы за неделю получаем повестку. Мы говорили, что после комитета все будут получать повестку. Если кто-то не получил, я тогда извиняюсь за наших товарищей, которые вам после заседания комитета ранее отослали. Все, пожалуйста, есть в Сукинину вопрос? Есть? Нет, подождите. Значит, у меня вот по этому вопросу есть замечание, которое я сейчас хочу зачитать. Значит, статьей 11 федерального закона от 6 октября 1999 года об общих принципах организации законодательных, представительных, исполнительных органов Российской Федерации. Депутатами осуществляется осуществление депутатской деятельности на постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период или без отрыва основной деятельности устанавливается Конституцией, Уставом или Законом Российской Федерации. Если Конституцией, Уставом, Законом, Субъектом предусмотрено осуществление депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, то в этом случае не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном представительном органе госвласти, этого субъекта Российской Федерации, должно быть предоставлено право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. Депутатам избранного в составе таких списков кандидатов должно быть предоставлено право замещать руководящие должности в законодательном представительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации. То есть я хочу сказать более просто и понятно, если есть фракция, хотя бы, а сейчас по закону хотя бы один депутат, представитель какой-либо партии или группы, то эта фракция или группа депутатов может и имеет право получить на постоянной основе должность заместителя какой-то из этих депутатов. Должность заместителя председателя парламента. Об этом говорит федеральный закон, об этом же говорят и соответствующие наши законы Республики Калмыкия. Поэтому, а сегодня складывается такая ситуация, что Справедливая Россия имеет двух депутатов, то есть фракцию, и мы до сих пор не имеем депутата от Справедливой России в должности заместителя председателя парламента. А поскольку сегодня в штатном расписании входит две должности заместителя, один из них НУРОВ, Николай Олегович, представитель КПРФ, другой по логике вещей должен быть представитель Справедливой России. Поскольку сам председатель, всего у нас три должности на постоянной основе, сам председатель представитель Единой России. Поэтому сегодня решить вопрос, я считаю, нельзя этот, пользу опять Единой России. Давайте рассмотрим вопрос о другой кандидатуре на эту должность. Мы уже вам письма направляли соответствующие о назначении, я его подписывал как член фракции, о замещении должности заместителя председателя парламента Манжикова Наталья Сергеевна. И я вот сейчас обращаюсь к заместителю прокурора республики Эдуард Валентинович и прошу его вот сейчас ответить в зал на вопрос, правильно я утверждаю или нет. Трактует ли федеральный закон и законы республики Калмыкия о том, что любая фракция в народном хурале должна иметь своего заместителя. Наталья Сергеевич, я думаю, что это... Подождите, подождите, я вам вопрос задал заместителю прокурора. Вы хотите внести предложение? Не вам, не вам задал вопрос. Я вам не разрешаю задавать вопрос. Вы мне не разрешаете задавать вопросы? А для чего тогда парламент существует? По сути задавайте же. Анатолий Васильевич, для чего тогда парламент существует? Смотрите, я вам объясню. Я вам по сути... Я вам по сути... Прошла суды до самой высшей инстанции. Это очень хорошо, что вы сказали. Да, но, уважаемая коллега, она внесла проект постановления. Я объективно хочу сказать. Вы же не объективно задали, а я хочу сказать объективно. Хоть вы меня убили. Значит, внесла предложение о том, чтобы проект закона республики рассмотреть в части конкретного замещения... А, ну это потом. А мы сейчас рассматриваем другой вопрос. Другой вопрос. Вы не путаете? Одну минуту. Я же вам слова не дал. Значит, внес председатель... Анатолий Васильевич, я задал вопрос прокурору. Подождите. И прошу ответа на него. Да или нет. Прокурор этим вопросом до сих пор не занимался. Ну что, что не занимался? Вашим предложением... Я его прошу сегодня заняться открыто вопросом. Он вам ответит, когда изучит вопрос. Согласно регламенту... Что его изучать? Там все простейшие нормы закона. Согласно регламенту РФ, любой депутат во время сессии имеет право обратиться с вопросом, присутствующим на этой сессии. Но он сейчас рассматривается... Все правильно по регламенту. Значит, уважаемый... А вы нарушаете регламенту. Может, не нарушаю? Не нарушаю я ничего. Что вы нарушаете мои права? Это мое право задать вопрос присутствующему. Но прокурор... Это прописано. Прокурор... Прокурор... Это надзор за исполнением законов. Одну минуточку. Обратитесь к прокурору письменно в устно... Вы мне не указываете, как я должен обращаться. Не указывайте, как я должен обращаться. Я устно обращаюсь, это мое право. Непосредственно на заседании. По кандидатуре у вас есть предложение. Подождите. Давайте... Давайте закончим. Давайте закончим. С моим вопросом. Будем голосовать. Подождите до голосования. Эдуард Валентинович. Попереду. Эдуард Валентинович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Правильно я его задаю или неправильно. Есть... Какой ответ у вас на этот вопрос? Уважаемые депутаты, наше представитель присутствовало на профильных комитетах, на всех практически. По данному вопросу она не высказывает никаких замечаний. Поэтому тут действительно надо как бы разобраться с этим вопросом. Сейчас я действительно благодарю воды. Поэтому если будет ваше письменное обращение, мы проработаем. Хорошо. Спасибо, Эдуард Валентинович. Но мы просто не могли там на комитете вашим обратиться, да? Потому что этот вопрос не ставил. Мы его сейчас только увидели. В повестке мы вопрос увидели в повестке. Поэтому прокурору никто не мог задать. Ни на комитете. Вы только на фракции решали. Но мы не члены фракции Единой России. Поэтому с фамилией Сутинина мы услышали вот только сию минуту. Что вы меня отключаете? Не понимаю. Да, потому что вы время перебрали. Подождите. Как довести до депутата решение суда? Здесь опять Анатолий Васильевич несколько лукарит. Нет, я получил. Вот у меня решение Верховного Суда, не надо. Сейчас я зачитаю. Вы, одну минуту, я вам не разрешаю зачитывать. Как это не разрешаю? Потому что мы обсуждаем вашу кандидатство на должность. Я уже не говорю. Вы мне... Подождите. Подождите. В соответствии с установленным... Это решение Верховного Суда Российской Федерации. Мотивировочной части пишется. В соответствии с установленными нормативными актами Республики Новгория. Мотивировочной. Ну, мотивировочной. Так. Спасибо, что подправили. Грамотели. Живей век учись. Я согласна. В соответствии с установленными нормативными актами Республики Калмыкия, процедурой замещения должностей, осуществляемых в Народном Хурале, на профессиональной постоянной основе, Народный Хурал, как представительный орган, рассматривает вопрос об избрании депутата на такую должность, лишь после выполнения председателем полномочий по занесению кандидатуры. К председателю мы обратились официально заявление по кандидатуре Манжиковой. Сейчас я внес. Ну, подожди, не сейчас. Вы, значит, вносил Манжиев нам, сын Викторович, кандидатуре Манжиковой Натальи Сергеевны для избрания на должность заместителя председателя на рассмотрение Народного Хурала в установленном законном порядке председателем не вносилось. И в этом ваша вина. Понимаете? Просто мы ответчиком ставили Народный Хурал. А ответчиком должен был быть председатель Народного Хурала, который не исполняет свои полномочия в течение двух полномочий. Спасибо. Значит, если было там решение от суда, я бы его исполнил. Но решения от суда нет. Поэтому, уважаемые коллеги, две кандидатуры. Сухинин, ввес председатель. Подожди, вы про Сухинина все рассказали. Давайте я расскажу о себе. Пожалуйста, я не могу рассказать, а вы кинулись бумажки читать. Нет, не кинулись бумажки читать. Я просто решение суда процитировала. Значит, я думаю, не все депутаты знают о моей биографии. Биографию Сухинина уже рассказали. Значит, я закончила среднюю школу номер 8 города Элисты. Поступала в Кавловский государственный университет на математический факультет. Затем, как лучшего студента, перевели меня в Ростовский государственный университет. Я закончила механико-математический факультет Ростовского университета. Была оставлена в аспирантуре этого университета. По окончанию аспирантуры я работала на кафедре математического анализа и дефиненциальных уравнений Калмыцкого госуниверситета. Защитила кандидатскую диссертацию. Являясь кандидатом физико-математических наук. Имея научное звание доцент. Значит, на первых демократических выборах декана математического факультета была избрана деканом математического факультета. В то время мне было 34 года. И на одном из совещаний декана математических факультетов Советского Союза нынешний ректор МГУ господин Садовничий сказал, что среди нас присутствует самый молодой деканат факультета Советского Союза. Оказывается, этим деканом была я. Значит, у меня есть достаточно много научных работ. Я участник многочисленных всесоюзных и международных математических симпозиумов. В 90-е годы, после того, как я ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком, я поняла, что на зарплату преподавателя университета я вряд ли подниму своих детей. И мне пришлось уйти в предпринимательство. С тех пор я, в общем-то, прошла достаточно долгий путь как предприниматель. Может быть, даже успешный путь. Активно занималась при этом общественной работой, партийной работой. Я была депутатом Лесенского городского собрания двух созывов. Была достаточно активным депутатом. Я думаю, Сергей Сухинин может это подтвердить. Например, вот один из результатов нашей деятельности. По инициативе главы нашей республики, господин Орлова, Лесенское городское собрание рассматривало такой вопрос. О продаже 100% пакет акций «Энергосервиса» за 300 тысяч рублей некой в Ставропольской фирме. Я инициировала вопрос создания рабочей группы в Лесенском городском собрании. Возглавила эту рабочую группу. Мы достаточно дотошно проработали со всеми документами. Привлекала экспертов, аудиторов к этой работе. В результате мы выявили очень много нарушений, искусственно созданных, для того, чтобы снизить цену акций. 100% акций этой «Энергосервиса» принадлежат моей городу Лесен. В результате все наработанные материалы мы передали в прокуратуру. По данным материалам было возбуждено уголовное дело. Акционерная общественная «Энергосервиса» осталась в муниципальной собственности. Это только один из примеров работы депутата. Я хочу сказать, что с 2015 года Сергей Михайлович Милонов мне предложил возглавить региональное отделение партии «Справедливая Россия». И с 2015 года я возглавляю это региональное отделение. За это время мы провели достаточно количество депутатов. В том числе у нас появилась фракция в Народном Курале. Достаточно активная фракция. И я считаю, что будучи заместителем, за 2020 года, вот лично мной, вторым членом нашей фракции, Народном Викторовичем Анжимовым, было внесено очень много законопроектов. Это где-то около 20. Конечно, большая часть этих законопроектов была отклонена. Большая часть законопроектов, которые вносила я, это были законопроекты социальной направленности. Вот, например, мы сегодня будем рассматривать закон об изменении, законопроект о внесении изменений в закон о детях войны. Вот текст этого закона был предложен мной. Значит, вот в прошлом году я вносила законопроект о том, чтобы выплатить определенные суммы детям, которые достигли 18 лет и не попадали под приказ Путина. Этот законопроект не прошел. Также было внесено ряд других законопроектов, я не буду сейчас все перечислять. Я считаю, что на посту заместителя председателя Народного Хурала я бы могла очень благотворно работать и внести, вы знаете, определенную свежую струю в работу Народного Хурала. Дело в том, что когда я проанализировала республиканское законодательство, то увидела, что мы отстаем от продвинутых регионов. Время у вас ушло, вы говорите. Дело серьезное? Я просто рассказываю о себе. Я имею права. Значит, обвинено по регламенту время. Оно завершилось, но я говорю, завершай. Поэтому я считаю, что я достаточно подготовлена в профессиональном смысле и могу продуктивно и эффективно работать в должности заместителя председателя Народного Хурала и принести пользу республике Коммунки. Все. Спасибо. Уважаемые коллеги, две кандидатуры были предложены. А, Дмитрий Васильевич, вопрос. Кому? Ко Сухинину. Сухинину, если хотите ожидать. Среди с тем, что, ну вот так спешно мы решаем достаточно важный вопрос, да, касающийся заместителя председателя Народного Хурала. И в связи с тем, что у нас материал даже не представлен объективный материал, у нас и кирка по кандидатуре Сухинина Сергея Александровича, у меня такой вопрос. По имеющейся информации, придется задавать его здесь, хотя он, наверное, не совсем будет приятный. Сергей Александрович, поступила такая информация, что вас в 2010 году исключали из партии «Единая Россия». Хотелось бы знать, в связи с чем, какие были причины, исключения и когда были восстановлены в этой партии. Миквенович, я так думаю, что это внутри наше партийное дело. Мы же в партии «ППРФ». Это же вопрос не вам. Это «Единая Россия», которым является я секретарем. Ну, он ответит на вопрос. Это действительно факт, который был. Ну, мы не роемся в партии. Миквенович, мы разговор ведем о том, что, ну, как-то этичность. Давайте политкорректно соблюдать. Политкорректно. Я уже сказала в связи с тем, что у меня не было на него объективки. Пожалуйста, Сергей Александрович. Огромное спасибо, Анатолий Васильевич, за предоставление возможностей, за доверие, за предложение моей кандидатуры. А сегодня, уважаемые коллеги, я хочу вам доложить, что я присутствовал на заседании фракции и на заседании фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Народном Курале. Я пришел, познакомился, и коллегам была возможность, на самом деле, предоставлена. За 10 минут до того заседания? Я отвечу даже на это. Я вам уже сказала, что в каким успешным порядком такие важные вопросы не решаются. Я вам на заседании фракции сказала, что это несколько неожиданно. К сожалению, мы вас много не знаем, но даже у вас не было времени рассказать о себе. Значит, уважаемые коллеги, я должен вот, понимаете, вот там, где надо, поворачивать так, как им выгодно. Вообще заместитель, неправосписанно регламентом, что он встречается со всеми фракциями, если это касается всем процедателя, специального правительства и так далее. Значит, ну, Сергей Александрович проявил такую инициативу, обратился к Николаю Ардеевичу и говорит, я хотел познакомиться с членами фракции и так далее, и так далее. Познакомился? Познакомился? Наконец-то. Правильный шаг. И я думаю, что здесь упрекнуть его ничем. А ваш конкретный вопрос у нас есть. Поэтому, позвольте, уважаемые коллеги, на сегодняшний момент информация, это имеет право быть, в 2010 году я был исключен из партии «Единой России», формулировка за исполнение решения полицовета. Мне была представлена претензия на имя тогда руководителя партии Грызлова. И по истечению времени моя апелляция была рассмотрена и меня установили в ряде партии. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы можно? Вопросы – да. Конечно. Анатолий Васильевич, вы выступаете адвокатом, ладно, у Сухинина, вы уже у прокурора адвокатом. Ну, человек взрослый, в звании, в должности, он может, наверное, сам ответить на вопрос. Или, слава богу, это делает ему честь, что он соизволил сам ответить на вопрос. Ну, а вы чего адвокатом выступаете? Я здесь на парламенте руковожу. Сейчас мы избираем заместителя, тем более мы ущемленная фракция. Нам не дают единицу заместителя, поэтому мы, конечно, более тщательно относимся к этому вопросу. И это логично. Значит, у меня вопрос, несколько вопросов к Сухинину. Значит, почему вы голосовали против включения вопроса по Штыгашеву на парламенте республики Калмыкия? Вы один из четырех, кто голосовал против. Обоснуйте. Да, да, я уже сказал. Задайте, пожалуйста, все вопросы. Зачем? Я вам задаю... Это мое право. Нет, это мое право. Ну, пожалуйста. Наталья Васильевна, вы комментируете... Вы уже диктуете вообще поведение депутата. Вы только в начале заседания председатель лишил вас права задавать вопросы и выступать. Я не буду вам отвечать на этот вопрос. Кто лишил меня права? Кто лишил меня права? Я сижу и говорю, и задаю вам вопрос. Значит, за нарушение регламента. Какого регламента? Регламент он нарушает. Каждый депутат имеет право сказать. Может предложить в повестку дня вопрос. Может его обсуждать. Ну, где я нарушил? А я только сведома председатель. А я только сведома. До этого. Только сведома. До конца сессии мы с вами будем... Антон Алексеевич, давайте все-таки мы избираем заместителя председателя парламента. Если он отказывается коллегам отвечать на вопросы, ну, поставьте, сделайте ему замечание. Вы же руководитель Единой России в Калмытии. Вы лицо сегодня власти. Вы партия власти. Ну, сделайте сейчас замечание. Пусть отвечает по существу на вопрос. Значит, вы же сказали, что я не могу команды давать Еду. Хорошо. Давайте перейдем к выступлениям тогда. Не, подождите. Мы... Иван Слово же мы лишили. Антон Алексеевич. Ну, дорогие коллеги, значит, сейчас я беру перерыв, и мы вас в зал вынуждены не запустить. Ну, вы же мешаете... О, давайте, давайте, посмотрим. Прекрасно, прекрасно. Вы уже до этого дошли, что ли? Нет, ну, мы, я вас прошу... В зал не пускать. Вообще, вы, я не знаю, вы уже не контролируете свои слова и поведение. Анатолий Васильевич, ну, не серьезно это? Вы как специально это все... Такие заявления делаете? Я имею право задать вопрос. Значит, минутчика. У меня вопрос к Сергею Калинину. Подожди. Если вы имеете право, тогда пусть Матвеев сначала заверет. Да. Давайте ответим на вопрос. Сначала первое. Он не ответил на вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вы же говорите, ответьте. Он вас не слушает. Уважаемый председатель, я в ней соответствую на этот вопрос. Даже мой вопрос, который вы поставили, не был включен в поле спутня, не рассматривался комитетами. Я считаю, что любая инициатива должна быть заранее оценена с точки зрения ее последствий для экономики и для граждан. Поэтому это прописано у нас в регламенте, и мы должны все-таки рассматривать такие серьезные вопросы всегда с учетом мнения профильных комитетов, с приглашением экспертного сообщества, с приглашением коллег. Ну, в регламенте прописано... Нет, у меня несколько вопросов. В регламенте написано, что с листа устно любой депутат имеет вопрос о включении в повестку дня того или иной тотальной проблемы, которую он считает нужным. Поэтому Сухинин здесь не прав. Ну, теперь здесь такая позиция. Надо бы ответить на вопрос, почему ты не голосовал за Штыгашева, против Штыгашева. Теперь мне понятен, понятно и его тогда голосование против, и понятно сегодняшнее поведение. И ответ на вопрос. Вы можете только два вопроса задать. Нет, я задал один вопрос. Значит, я пока задаю вопрос. Это мое дело. Я пока председаю. Если это же ошибки... Я задаю вопрос Сухинину. Какие законопроекты вы инициировали в Народном Хурале за время работы? Какие из них прошли, какие нет? Создать бюджетного комитета по поручению председателя Народного Хурала принимал участие в работе Общественного Совета при Министерстве экономики Республики Калмыкия. Вместе с нашими депутатами по фракции «Единая Россия» мы разрабатывали пакет антикризисных мер, которые на сегодняшний момент успешно реализуются. Были приняты два закона Народного Хурала о поддержке предпринимателей в Республике Калмыкия. Эта работа на сегодняшний момент будет продолжена. И я думаю, что она успешно будет реализована именно для экономики в переходный постковидный период. Для того, чтобы мы реально реализовали программу социально-экономического развития совместными усилиями депутатов и со всеми органами регистрирования государственной власти. Я задал вопрос, какие законопроекты он инициировал, он совершенно ответил вы. Это в том числе законопроекты, которые связаны с антикризисными мерами. Понятно, что этот лидер должен быть лидером во всем, а прежде всего в законотворческой деятельности. Мы же парламент, мы принимаем законы, и он должен был инициировать несколько законов. Вот я инициировал десятки законопроектов, а он получается не одного и нечего сказать. Теперь вопрос еще, Сухинину. Вот вы занимались в большей степени предпринимательской деятельностью. У вас одна из основных компаний, которую мы все знаем в Элисте, мы пользуемся магазином этим. Значит, ООО Каум Электроторг, правильно? Она сегодня... Не можем до обеда слушать, пожалуйста. У меня вопрос. Почему не можем? Мы же не избираем деревенского пастуха, поэтому мы избираем заместителя председателя парламента. Почему? Вопросы не задать. Значит, компания... Вопрос, где эта компания зарегистрирована, кто является учредителем, и куда платят налоги? Хорошо. Все, на этом завершаем вопросы. Почему? Значит, на этом завершаем вопросы. Значит, я вам дам слово. А выступления будут потом? Спасибо вам за вопрос. На сегодняшний момент я являюсь предпринимателем. Индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Республики Калмыкия. Мой основной аквейд 93.11.68.20. Компания электроторки, я не имею никакого отношения. Она принадлежит моим родственникам. Поэтому, где она зарегистрирована и где платятся налоги, я вам отвечаю. Я вам отвечу на вопрос. Эта компания зарегистрирована в Ставрополье по улице 50 лет ВЛКСМ-16. Учредителем является ваша мама. Зарегистрирована в 2013 году. В этом же году вы были генеральным директором этой компании. Вы все прекрасно знаете. И формально она зарегистрирована на маму, а вы фактически владелец этой компании. И сегодня, претендуя на должность заместителя председателя парламента Республики Калмыкия, вы платите налоги в Ставропольском крае. Это вас никак не красит, а более того, характеризует человека, который совершенно, абсолютно равнодушен Калмыкии, к ее бюджету, к развитию и так далее. Хорошо. Насович, но у вас же тоже зарегистрировано ваше хозяйство не на вас. Ну, если же вы не выдвигаете... Я занимал... Я, во-первых, не выдвигаюсь на должность. Во-вторых, я был учредителем до того момента, когда стал главой района. И согласно законодательству, как глава района, я должен был уйти из учредителей. Я переписал на жену. Я, в отличие от... Не говорю от Сухинина, там, на родственников, на кого. На супругу. Вполне законно. Потому что она владеет на 50% ровно тем, чем мы совместно владеем. Поэтому мы люди незакрытые. Пожалуйста. На самом деле, это действительно не является секретом. Моя мама с 1998 года является предпринимателем, который осуществляет свою деятельность именно по обладе 47.1, 47.2 и так далее. Торговля розничными и непродовольственными товарами. В одно из моментов времени, когда эта компания была зарегистрирована, я являлся действительно директором этой компании. На сегодняшний момент, как я вам уже ответил, я работаю индивидуальным предпринимателем отдельно. А вы не рассматриваете тот вопрос, что Татьяна Ивановна зарегистрирована на территории Ставропольского края, привлекает здесь рабочие места, а на Волге она платит в соответствии с законодательством на территории Республики Калмыска. Все, спасибо. Согласна Александровна, пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, у меня вопрос к Сергею Александровичу, поскольку сегодня фракция Единая Россия выдвинула единственного кандидата на Дорумы, заместителя председателя народного права, Сергея Александровича. Мы с вами, коллеги, из разобраться на всех сессиях говорим о социальной ответственности бизнеса. В связи с этим у меня вопрос к Сергею Александровичу, с учетом того, что есть яркие примеры, сегодня эту кандидатуру я поддержала, это признание полномочий члена фракции Сангаджиева Дмитрия Менгияновича. Пусковидный период он как предприниматель, а согласно открытым данным, которые опубликованы на сайте народного права, Сергей Александрович является с 2017 года предпринимателем. Вот Дмитрий Менгиянович за время пандемии и сегодняшней ситуации выделил 1 300 000 рублей на поддержку, адресную поддержку, социальную поддержку граждан Республики. При этом я не рассказываю о других его мероприятиях, которые были в том числе выделены гражданам именно пожилого возраста. У меня вопрос к Сергею Александровичу. Сергею Александрович, причем того, что вы являетесь предпринимателем, сколько средств вы выделили на адресную поддержку в постковидный период наших граждан? Спасибо. Пожалуйста, Сергей Александрович. Спасибо огромное, Саглара Александровна, за этот вопрос. На самом деле, в период пандемии стало огромной потребностью волонтеров, именно тех людей, которые неравнодушны к бедам, которые поселили на сегодняшний момент землетов. Говорить о себе в этом плане очень неправильно, потому что та благотворительная помощь, которая была мной оказана, она на сегодняшний момент, не скажу так, не является так, но лучше бы, чтобы обо мне говорили те люди, которым я на сегодняшний момент помогал. Это и детский дом, это и церковь, это и индивидуальные, это люди, которым на сегодняшний момент была оказана индивидуальная адресная помощь. Все вопросы, которые касались оказания помощи, зафиксированы у нас в общественной приемной. Вы сами прекрасно знаете, что там ведется реестр обращений, который и в процессе реализации положительных обращений. У меня достаточно большой, это серьезный вопрос. Поэтому спасибо всем коллегам, которые оказывают помощь в это непростое и сложное время. Со своей стороны я тоже не остаюсь в стороне. Все, спасибо. У меня вопрос. А то всегда будем завершать вопросы. Давайте, завершаем. Давайте, последний завершаем. Вот последний. В декабре месяце мы рассматривали законопроект о внесении изменений в закон Республики Калмыкия об ограничении продажи алкоголя. И буквально вот вчера на комитете мы также рассматривали этот законопроект, уже внесенный не мною, как депутатам Народного хурала, а внесенный Листинским городским собранием. И вот во второй раз при обсуждении этого законопроекта, что я замечаю, что депутат Сухинин с пеной Уфта защищает интересы российских автосетей. Красное и белое, тамада, пятерочка. И вот буквально вчера он сказал, подождите, буквально вчера на комитете он сказал такую фразу, что контролирующие органы должны больше проверять местных предпринимателей, вот эти вот, как он сказал, киотки, ловчонки, да, где проходит фальсификат. А ведь на самом деле мы знаем, что самый большой объем фальсификата проходит в этих сетях российских. Красное и белое, магнит, пятерочка и так далее. То есть он призывал вчера контролирующие органы, представители которых сидели на комитете, да, еще раз жестче относиться именно к местным предпринимателям. Нарушайте время. Подождите, обидно было слушать эти слова, почему постоянно он защищает интересы этих сетей. Это обидно слушать мне, как бывшему предпринимателю. Когда я возглавляла опору России, вот до Аслана Кусминова, я защищала интересы предпринимателей. Анатолий Васильевич, вы помните, как мы на 8 марта собирали предпринимательниц в республике Калуния. Вы сами вручали им грамоты, благодарности от народного курала. Мы работали, так я всегда позитивно. Я всегда работаю позитивно и на результат. И вот, вот что меня возмутило, когда мы должны, вот Пангенея показала, что самое главное это здоровье нации. И мы должны драться за здоровье будущей нации нашей. Потому что нынешние подростки, которые сегодня у нас на первом месте в Натерином Кавказе по употреблению алкоголя стоят, чтобы они меньше пили, чтобы у них было здоровое поколение. Но почему-то вот депутат Сухиня выступает против постоянно. Давайте без реплик, я тогда вам один вопрос и будем голосовать. Нет, а я тоже хочу вопрос манжетовать. Нет, кого, Наталья Сергеевна, ковидный период, сколько вы оказали помощи социальной больницам? Я хочу сказать, что я в данный момент не являюсь предпринимателем. Весь мой доход это пенсия. И вот эти вот депутаты. Я не являюсь предпринимателем. Какое АО? У меня нет АО. Я не являюсь предпринимателем. Человек четко сказал, не занимается предпринимателем. Уже много лет я дошла. Уважаемые коллеги, прекратите. Антон Васильевич, можно вопрос манжековой задать? Я окажу вопрос. Завершаем сейчас вопросы. Все, давайте. Задавайте, пожалуйста. Спасибо. Наталья Сергеевна, я хочу спросить у вас. Будете ли вы поддерживать такие законы, если в случае вашего избрания на должность заместителя представителя парламента, поддерживать прохождение таких законопроектов, которые я выдвигал, по снижению муниципального фильтра до 5%, по включению депутатов-одномандатников в состав Народного хурала и районных муниципальных собраний, также по митингам, чтобы... Несение изменений в законах. А? Несение изменений в законах. Да, то есть, ну вот такие, и будучи там, иногда будете заменять казачков вдруг. Будете нас лишать слово тоже или блокировать здесь на входе? Спасибо, только так. Я дам, давайте, пожалуйста. Ну, на самом деле, я считаю... Нет, я хочу развернутый ответ. Не надо, нам времени нет. На самом деле, я поддерживала законопроекты, которые вносил мой коллега, и считаю, что действительно муниципальный фильтр у нас должен быть снижен, потому что только в конкурентной борьбе мы избираем достойного главу Республики Калмыкия. Нынешний пример тому, в общем-то, доказательство. Я сказал, вы по теме. Я по теме. Я отвечаю на его вопрос. Она отвечает на мою вопрос. Значит, второй вопрос по внесению изменений в законодательство о митингах. Конечно, вот в нынешнее время нельзя зажимать гражданскую инициативу, потому что это опасно для руководителей Республики. На самом деле, я считаю, что люди должны иметь возможность открыто выступать, высказывать свои позиции. Вот, например, в городе Сеуле, возле мэрии, да, прям рядом стоит трибуна. И на этой трибуне небольшой гайпак. Любой человек, у которого есть что высказать, может выйти и говорить о том. Это Сеул, давайте дальше. Ну, а нам уже стремится к лучшему. Мы стремимся к Семиде. И мы в ЮАЛ хотим попасть. Анатолий Васильевич, ну не перебивайте, пожалуйста. Я внимательно слушаю, вы меня мешаете. Я лично буду поддерживать такие инициативы, потому что я хочу видеть Республику Калмыкия процветающей. А без нормального законодательства этого сделать невозможно. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование порядки очередности. Предложение, значит. Ну и было предложено кандидатам. Анатолий Васильевич, давайте я еще предложение. Давайте голосование сделаем тайным. Значит, уважаемые коллеги. Потому что идет давление на депутатов. Партийное давление в том числе. В вашем лице вы сидите как председатель народного хурала и сидите как председатель партии. Поэтому я считаю это давление и настаиваю на том, чтобы форма голосования была тайной. Это справедливо, объективно. У нас две кандидатуры, две конкурирующие партии. Поэтому давайте уважим и реальный расклад голосов посмотрим. Я думаю, это и вам интересно будет. Мне не интересно и никому не интересно. Уважаемые коллеги. Почему мне интересно? Антоний Васильевич, давайте сначала мое предложение рассмотрим по форме голосования. Антоний Васильевич, сначала давайте по форме голосования. Решим? Да. Вы же все-таки грамотнее нас в проведении всяких... Мои мои коллеги, за тайное голосование, по данному случаю, оно не предусмотрено регламентом. Ну, на все лице вообще хочется, чтобы тайное... За его предложение прошу голосовать. Кто за? Восемь. Все, спасибо, уважаемые коллеги. Значит... Восемь. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Идем, наступаем к голосованию. Уважаемые коллеги, значит, первая кандидата была предложена к конкурсу сухимной сервисом. Нам должен завестить о просаде Народного права парламента республики. Голосуем карточками. Открытка. Кто за? Семнадцать. Семнадцать. Спасибо, уважаемые коллеги. Ну, кандидатура Манжиковой Натальи Сергеевны... Почему? А вдруг восемнадцать проголосует? Восемнадцать проголосовали, поэтому мы должны ставить. Кто против? Восемнадцать. Пожалуйста. Кто воздержался? Все, уважаемые коллеги, решение принято. Заместитель профессиональной... Подождите, у нас рейтинговое голосование. Следующую кандидатуру ставьте. Вы что? Может, двадцать человек проголосуют за Манжикова? Подожди, подожди. Что-то написано, что рейтинговое голосование. Обычно идет рейтинговое голосование. Мы по уставу проголосовали. А там две кандидатуры идет. Наталья Сергеевна, вы просите. По уставу партии, что ли? Ну что? И по уставу тоже. Кстати, по уставу партия... Вы сказали... Нет, партия приняла решение голосовать консолидированно за Сухинина. Два чина партии не проголосовали. Их право. Партия, она должна будет... Я надеюсь, кандидат Васильевичу не задаетесь вопросом, почему я голосую против. Нет, нет, нет. Вы устроили в отношении меня как члена партии Единой России. Ну хорошо. Ну вот что сделать? Я буду расстраивать давно. Я свою позицию... Уважаемые коллеги! Хочу поздравить Сергея Александровича и посадить за стол, где ему положено сидеть. Прошу любить и жаловать. Избрать демократично, а на целом. Нет. Нет! Под административным... Тайное голосование меня устраило. Да, да. Поздравляю. Удачи всем. Успеха, Сергея Александрович. Пожалуйста. Я думаю, что выстраивать надо, независимо от фракционности, партийной принадлежности, любви друг к другу. Согласна. Все равно выстраивать надо. Анатолий Васильевич, ну после того, что вы ученили в отношении меня, я думаю, что... Нет, Василь Васильевич, какую лягу вы хотите... Объявляется перерыв на 15 минут. Анатолий Васильевич, о любви это вы точно сказали. В кавычках. Какие слова говорим.